Иисус отправился в Галилею. Он не хотел оставаться в Иудее, потому что иудейские власти искали убить Его. Приближался праздник иудейский – поставление кущей. И братья Иисуса сказали Ему, «Пойди в Иудею, чтобы и ученики Твои видели чудеса, которые Ты творишь». Никто не делает что-либо в тайне, если хочет быть известным. Коль Ты творишь такие дела, пусть весь мир Тебя узнает. Даже братья Иисуса не веровали в Него. Мое время, брат, не пришло еще. Но для Вас всегда время. Мир яро ненавидит Меня, а Вас нет. Я ведь свидетельствую, что дела Его злые. Так что Вы идите на праздник. А я на сей праздник пока не пойду. Мое время еще не настало. Сказав сие, Иисус остался в Галилее. Однако, когда Его братья ушли на праздник, Иисус тоже пошел туда. Но пришел Он не явно, а тайно. Дорогу! Иудейские власти искали Его на празднике. Где Он? Спрашивали они. В народе много толков было о Нем. Он добрый человек, говорили одни. Нет, говорили другие. Он обольщает народ. Но никто не говорил о Нем открыто, потому что они боялись иудеев. Строго! Где-то в середине праздника в храм пришел Иисус и стал наставлять и учить. Иудеи слушали Его и дивились. Откуда этот человек знает так много, если он никогда не учился? Мое учение – это не мое учение. Оно от Бога, пославшего меня. Кто хочет творить волю Его, тот поймет, от Бога ли оно. Или я сам от себя говорю все это. Тот, кто сам говорит от себя, он лично себе славы ищет. А ищущий славы тому, кто послал Его, истинен. И нет в нем неправды. Моисей дал вам закон, не так ли? Но ведь никто из вас ему не следует. За что ищете убить меня? В тебя, верно, бес вселился. Кто это убить тебя хочет? Я одно дело всего сделал. А вы все дивитесь так. Моисей повелел вам обрезание. Хотя пошло это не от Моисея, а от отцов ваших. И вы проводите обрезание мальчиков в субботу. Если человек принимает обрезание в субботу, чтобы не был нарушен закон Моисея, почему вы негодуете на меня за то, что я исцелил всего человека в субботу? Не судите по наружности, а судом праведным судите. Моисея Моисея